Добрый вечер! Вы на Щелковском и по традиции это программа Диалог в прямом эфире. Позвонить к нам в студию можно по телефону 71440-71450 и задать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это начальник отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Щелковская, подполковник полиции Денис Кравченко. Добрый вечер! Добрый вечер, Лилия! Благодарю вас, что уже не впервые приходите к нам в нашу студию для того, чтобы поговорить о такой достаточно серьезной теме. Это безопасность, безопасность на дорогах. И сегодня этому уделяется огромное внимание, как со стороны органов власти, ну и, конечно, с вашей стороны. Тут как бы в ваших руках очень многое. И сегодня будем и об этом говорить, и об ответственности в том числе наших граждан, наших пешеходов. Начнем с уже традиционной в новом году темы. Это небольшое подведение итогов. Что же в 2019 году происходило у нас на дорогах? Ну и немного статистики. Спасибо. Еще раз добрый вечер, Лилия, уважаемые телезрители. Естественно, цифры – это не основной критерий и показатель работы, но без них никуда мы не денемся. Почему? Потому что, на самом деле, цифры за прошлый год не очень утешительные. Мы имеем 2363 дорожных происшествий в общем. Из них 76 ДТВ, в которых пострадали или погибли люди. 77 человек у нас пострадало, получили травмы различной степени тяжести. И 10 человек, к сожалению, мы потеряли, погибли на дорогах городского округа Щелково. Основными видами дорожных происшествий является столкновение. Это 25 дорожных происшествий, в которых именно пострадали люди. И наезды на пешеходов. Зарегистрировано всего 40 ДТП, в которых 8 человек погибло при наездах на пешеходов. К сожалению, статистика такова. 34 человека у нас пострадало при наездах на пешеходов. По вине пешеходов произошло 15 происшествий, в которых погибло 5 человек. Именно по вине. Как видите, есть над чем нам работать, есть о чем говорить, есть куда стремиться. Цифры, которые я только что озвучил, они касаются только городского округа Щелково. Напомню, что в сферу обслуживания моего подразделения входит городский округ Фрязино, городский округ Лосино-Петровский и самое большое муниципальное образование, которое мы обслуживаем, это городский округ Щелково. Куда вошли у нас с этого года, в конце прошлого года произошла реформа. У нас ходят туда и Монина, и Фрянова. Соответственно, большой, растянутый географически и сложный по конфигурации уличной дорожной сети городской округ. В него входят дороги и местного значения, и муниципального, скажем так, и регионального значения дороги. Поэтому характеристики дорог и дорожного покрытия разные, разные категории дороги, с разным скоростным режимом. Поэтому мы стараемся охватить всю уличную дорожную сеть. Понятно, что мы не можем закрыть экипажами все дороги нашего района. Стараемся проводить рейдовые мероприятия. Как многие видите в социальных сетях, мы видим, что граждане эффективно обсуждают наши мероприятия. Это хорошо, мы должны делать это все транспарентно. Поэтому каждый месяц мы выкладываем посредством вашего телеканала, посредством печатных изданий, как в газетах, так и в интернете, информацию о проводимых мероприятиях по массовым проверкам. По детскому креслу и по НС. Почему я такое внимание уделяю этому вопросу? Потому что на самом деле две основные проблемы, которые исходя из анализа, я не буду сейчас углубляться и рассказывать цифры, телезрителям, наверное, это неинтересно, сухая статистика. Им интересна реальная жизнь. А жизнь такова то, что я вам скажу, что у нас в прошлом году 12 дорожных происшествий произошло, в которых пострадали или погибли люди, водители которых были либо в сцене алкогольного, либо наркотического опьянения, либо отказаясь от прохождения, что у нас приравнивается к состоянию нетрезвого. Это очень печально. Сами прекрасно понимаете то, что водитель, севший за руль в состоянии измененной реальности, неадекватно воспринимает ситуацию. Это не безобидные шалости, это на самом деле убийца, потенциальный убийца, который сел за руль. И дорожные происшествия, которые происходят с такими водителями, они зачастую приводят именно к летальному исходу. Потому что, сами понимаете, это другие скорости, это совсем другие грубейшие нарушения правил дорожного движения. Помимо самоуправления в состоянии алкогольного пьянения, это и опасное вождение, и превышение скоростного режима во много раз. Помимо прочего, вызывает у нас опасения, это и детский транспортный травматизм. К сожалению, у нас за прошлый год на территории вообще подразделения нашего произошло 10 ДТП с детьми до 16 лет, в которых, соответственно, 12 детей получили травмы различной степени тяжести. В самом Щелково 6 ДТП произошло с детьми до 16 лет, в прошлом году 4, то есть мы замечаем рост. И, соответственно, 6 детишек пострадали, в прошлом году 4 детей пострадало. То есть мы замечаем негативную тенденцию. Я не зря отметил то, что у нас городской округ Щелково является одним самым крупным. У нас самая крупная городская агломерация – это сам город Щелково. Соответственно, плотность населения по сравнению с другими городскими округами здесь достаточно велика. Плюс мы с вами прекрасно понимаем то, что у нас в течение года сезонности меняется и плотность населения района из-за так называемой миграции граждан, прибывающих на садовом участке, приезжающих, особенно дети, которые приезжают к бабушкам, дедушкам, просто к родственникам, проводят лето здесь, скажем, за чертой города большого. То есть мы говорим о Подмосковье и Москве. Это нормально, это стабильная ситуация. Но в последние годы увеличилась такая тенденция негативная, связанная с распространением разного рода механических устройств, наподобие скутеров, сегвеев, самокатов на электротяге. Раньше это были, когда только появились квадроциклы, сейчас добавилось еще очень большое количество разного рода механических приспособлений на электрическом приводе, посредством которых дети перемещаются по дорогам на очень больших скоростях. То есть мы замечаем такую тенденцию, что если раньше ребенок мог ездить только на велосипеде, разгоняться на нем и, соответственно, получать ту скорость, на которую дает механический привод, то сейчас мы замечаем, что дети перемещаются на устройствах со скоростью почти доходя до 50 км в час. Это огромные скорости. Реакция и навыки у ребенка еще недостаточно развиты чисто физиологически. Он еще ребенок растет, у него еще моторика и психосоматическое состояние его не позволяет адекватно реагировать на такие резкие изменения в окружающей обстановке. Поэтому адекватность его реакции на окружающие факторы очень низка. Это адекватность. Соответственно, многие родители откупаются от детей. Купили игрушку на ребенка, не отвлекай нас, вот поедешь к бабушке на дачу и будешь кататься там в саду или в огороде. И, к сожалению, это приводит к печальным последствиям. Я можно прерву, просто опять же обращусь и к вам, наверное. Вы все-таки опять же о статистике говорили, да? Действительно, цифры-то серьезные. И такой момент очень страшный, что дети сегодня, это, в общем-то, наименее защищенная группа населения, они маленькие, но они видят, как и мама с папой переходят дорогу, и они видят, как и мама с папой ведут автомобиль, и как они ведут себя на дорогах. И ведь для них это пример также, да? Поэтому, наверное, вот здесь и к зрителям тоже важно обратиться, к жителям, чтобы они своим примером личным подавали, да, вот такие примеры, что нельзя перебегать, во-первых, в неположенных местах, да и переходить тоже, да? Что нужно обращать обязательно внимание на поведение на дороге и себя, и своих близких, и ребенка. И это тоже момент такого примера, да? Мы поговорим еще о детской безопасности, о мероприятиях. Просто звоночек поступил в студию, мне хочется услышать вопрос от зрителей. Добрый вечер, вы в эфире задавайте, пожалуйста, вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Ирина, я в районе Богородской, города Щелокова. У меня ребенок гуляет во дворе, но водители всегда снижают скорость. Очень беспокоен за безопасность своего сына. Скажите, пожалуйста, как можно установить во дворе дорожные неровности и куда, скажем так, обратиться по этому вопросу? Спасибо. Да, спасибо, Ирина. Спасибо за вопрос, да, Ваш. Да, если, позвольте, отвечу. Да, конечно. На самом деле, безопасность детей, да, она перекликается вот как раз с нашей последней темой разговора. Один из важнейших аспектов нашей работы. По всем вопросам, которые отнесены, любые вопросы вообще, что касается предложений по обустройству дорог средствами ограничения скорости и скорости дорожной неровности. В простонародье лежачий полицейский это называется, просто чтобы понимали зрители, о чем я говорю. Изменение схемы организации дорожного движения, то есть либо перенос пешеходного перехода, либо обустройство нового пешеходного перехода, любые вопросы, установка дорожного знака. Все вопросы, которые касаются дорог, необходимо выносить на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при главе городского округа. Комиссия у нас проводится регулярно, минимум раз в квартал. По факту мы проводим, стараемся два раза в квартал ее проводить, эту комиссию. Перед этим мы прорабатываем эти вопросы на совместном выездном комиссионном обследовании. Представители собственника дороги, это либо администрация, либо мосфотодор, мои сотрудники и представители администрации, так и председатель комиссии, у нас глава городского округа. На всех комиссий ПВД обязательно приглашаются заявители, то есть граждане, которые подали заявку на отключение этого вопроса в повестку. Все вопросы рассматриваются публично и транспарентно, сразу чтобы понимали. Что касается дворовой территории, очень актуальный вопрос. Мы все помним с вами трагедию, которая произошла у соседей, у наших городского округа в Балашихе, когда ребенок попал под колеса автомобиля. Что говорит, что легко ходить, у нас, слава богу, без таких жутких последствий, но тоже дети попадали в дорожное происшествие и страдали именно в дворовой территории в нашем городском округе. Это были такие факты. Что мы установили? Какая причина? Все подходы к детским игровым площадкам, которые ведут, детьми изучены от и до. Они не идут, а бегают. Из подъезда это ребенок. Естественно, он выбежал во двор, он хочет во дворе себя чувствовать безопасно. Либо, наоборот, домой у мамы, он быстрее домой. Соответственно, парковочное пространство очень проблемно во дворах, назовем так, потому что недостаточное его количество, сколько бы он делал, все равно будет недостаточно. Все равно транспортные средства паркуются у нас по обе стороны проезжей части. Соответственно, скорости, пускай они не очень велики, по объективным причинам, но все равно достаточно для того, чтобы произошла беда. В результате чего мы давали свое предложение. И вас, уважаемые телезрители, просим, чтобы вы нас поддержали, и с вашей стороны тоже инициировали. Не все, не все во всех дворах и территориях мы смогли это охватить. Обращайтесь в управляющие компании. По вопросу об устройстве искусств дорожными нерудностями, именно мест, где примыкают эти пешеходные дорожки, которые ведут детским игровым площадкам к тротуарам, либо к пересечению дороги внутриквартальной, по которой ездят машины. Чтобы каждая тропинка, каждая пешеходная дорожка была оборудована искусственной дорожной неровностью. Чтобы во дворах машины не могли физически разогнаться и превысить определенные разумные рамки скорости передвижения. У меня в связи с этим только единственный вопрос. Все-таки, поскольку с парковочными местами у нас тоже должно, наверное, как-то это все регламентироваться и все это прорабатываться должно, они как-то должны быть определены, они должны быть установлены. И, возможно, даже, может быть, они отдельно должны быть вынесены. Ну, по сути, это, наверное, логично. А может быть, когда застройщик делает, все-таки застраивает определенную территорию, может быть, продумать вот этот изначально вопрос с организацией движения, в том числе внутри дворовой территории? Потому что, ну, что там стоит, когда вы укладываете дорогу, собственно, сразу же обговорить вот эти неровности? Вы абсолютно правы. Вы знаете, этот вопрос был вынесен даже на уровень главы государства. Это было два года назад на госсовете в Ярославской области. Именно коснулись этого вопроса в компетенции какой-то, что в определенный момент госавтоинспекция перестала участвовать в проектах согласования при разработке до проектов. Очень жаль, видимо. Ну, мы не будем обсуждать это. Это, наверное, все-таки полемизировать можно, но давайте к фактам. Например, так и произошел провал. Сейчас на уровне субъекта Российской Федерации, на уровне каждого субъекта Московской области, в том числе, эти комиссии при Минтрансе созданы. Там есть представители управления ГАИ, которые, соответственно, все эти проекты рассматривают. То есть в будущем я уверен, что эту проблематику мы сможем довести до логического конца, и она будет все-таки разумной. То есть застройщик, на самом деле, выходя на застройку какого-то объекта, будет представлять людям разумное, вменяемое количество парковочного пространства, как маломобильным гражданам, оборудованное нормально поддреживанием пандусами и средствами, которые позволяют создать именно беспрепятственную среду, так и для граждан, которые проживают в этом доме, для собственников жилья и их гостей. Что касается общего парковочного пространства, Андрей Юрьевич Воробьев этой проблемой озабочен. Это мы видим на примере нашего городского округа, то, что на самом деле было сделано, пускай недостаточно, но немало. Мы видим и перехватывающую парковку, которая на Загоряньке была сделана, и на станции Щелково. Помимо этого увеличенное в ряде дворовых территорий парковочное пространство, конечно, работы это недостаточно, естественно, потому что у нас каждый год идет прирост населения и количества зарегистрированных транспортных средств. Это прекрасно, то, что растет количество жителей, то, что благосостояние повышается и у людей, появляется возможность приобретать не одну, а две машины в семью. Это хорошо. Но помимо положительного момента, есть и момент, который осложняет жизнь и передвижение по дорогам. Муниципалитет этим вопросом занимается. С главой городского округа этот вопрос мы обсуждали. Обсуждали мы в четвертом квартале 2019 года. Сейчас в феврале у нас будет комиссия. Тоже этот вопрос будет прорабатываться. Есть в городском округе программа. Именно по развитию парковочного пространства конкретно в городском округе. Согласно программе определенные мероприятия будут проведены. Естественно, это будет все проводиться в рамках строительного сезона с конца апреля до октября месяца. Я уверен, что в этом году дополнительные парковочные места появятся. Сказать точное количество, где я вам сейчас не могу, потому что идут конкурсные мероприятия, которые проводят городский округ. Но да, несомненно, это вопрос очень важный. Потому что человек, естественно, у нас очень многие, к сожалению, вынуждены работать за пределами муниципалитета. Понятно, что трудовая миграция, так называемая, она имеет место быть. Это факт. Конечно, очень много предприятий открывается в последнее время в округе. Но это тоже все связано с перемещением на машине. Либо это Москва, либо это в пределах района. Все равно гражданин с утра уезжает на своей машине. Потом вечером, когда приезжает, он хочет припарковаться. К сожалению, у нас из-за объективных и субъективных причин даже мы обратили внимание, что часто есть возможность поставить машину, пускай не во дворе, а где-то в шаговой доступности, люди у нас паркуются и на тротуарах, и на газонах, и на пешеходных переходах. Я паркуюсь как хочу, это называется. Совершенно верно. Соответственно, ведем профилактическую работу. Проводим эвакуацию транспортных средств. Понятно? Меры непопулярны. Очень. Очень непопулярны. Прекрасно понимаю и отчасти понимаю, да, наверное, людей, которые возмущены. Но я не случайно вам прочитал и озвучил статистику наездов на пешеходах. Наездных пешеходов на пешеходных переходах. Мы стараемся, в первую очередь, работать именно на пешеходных переходах, где парковку осуществляют граждане ближе пяти метров пешеходного перехода. Соответственно, там без знака работает эвакуатор, необходимо эвакуировать машину. У нас есть места, где эвакуатор очень нужен. Еще звоночек, давайте послушаем. Вопрос. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. 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 Добрый вечер. Хотелось бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, я являюсь жителем поселка Монина. И по работе мне часто приходится ездить по Монинскому шоссе в сторону Горьковки. Скажите, пожалуйста, вот этот участок дороги, он не освещен вообще. Хотелось бы узнать, планируются ли, есть ли такие планы, чтобы осветить данную дорогу? Вот там буквально может быть какой-то километр. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Звонок за вопрос. Я понимаю, это головной участок Новинского шоссе, так называемой Монинское шоссе, имеется в виду. Я понял. Вы знаете, да, особо на контрасте это заметно, да, то, что у нас два года назад произошло освещение практически всего Монинского шоссе прекрасного. Мы осветили в районе Суворовских прудов, да. И много было сделано в этой части, мы не скажем, что АТУ, головную часть, наверное, как запад забыли. Тем более там строится сейчас большой объект, регбийный стадион новый, да. Мы ожидаем в этом году открытия этого объекта. Мы прогнозируем увеличение и пассажиропотока, и просто количество транспортных, прибывающих как на игры, так и на массовые мероприятия. В этой связи пропускная способность и безопасность именно этого участка, она нами была отработана еще в прошлом году. Что планируется сделать? Я думаю, вот если как раз товарищ ездит на работу, он обратил внимание, что уже установлены столбы, эти столбы установлены под освещение. Сейчас нам, по моей информации, буквально общались мы в середине прошлого месяца, к концу февраля обещают уже закончить монтаж самих осетительных приборов, и останутся юридические моменты именно подключения договоров на поставку электроэнергии на освещение. Но это вопросы все юридические, как бы они уже в плоскости, скажем так, не технических вопросов, а именно документальных. Я думаю, они решатся в ближайшее время, потому что заинтересованы в этом, в принципе, и собственник дороги Мусавтодор, и городской округ Щелково заинтересованы, потому что у нас там, к сожалению, на том участке именно были дороже-трассные пришествия и с погибшими, когда люди выходили, там у нас территория бывшего аэродрома, так называемые люди срезают очень большой угол через это поле, проходят через там поваленные секции забора, выходят на этот участок, чтобы дойти до остановки на Горьковском шоссе. Там темень, по этой дороге очень большое количество перемещает транспорта и грузового, и легкового, и Яндекс ведет многих очень москвичей в объезд пробок именно по Мунинскому шоссе. Мы тоже изучали этот вопрос, как бы, поэтому освещение там будет. Помимо, там не только эта проблема, там еще есть проблема перекрещения Мунинского шоссе с улицей Московской, которая идет в саму гарнизон. Да-да-да. Там сложный перекресток, достаточно темный, недостаточно освещенный, даже вот эта светка, там будет его недостаточно. Мы додавали предложение, я думаю, Мостадор нас поддержит, и в этом году мы планируем установку светофорного объекта с секцией, со стрелкой, и дополнительным освещением. То есть там, я надеюсь, где уверен даже, по свету там точный порядок будет наведен, там осветят окончательно. По светофору тоже в этом году нам обещают, что мероприятие будет выполнено. Ну, это хорошо, действительно, такие вот звонки, такие вопросы, они порой помогают и вам сориентироваться, да, что где действительно нужно вот это безопасное движение наладить. И вообще, я думаю, есть еще над чем работать во многих отношениях. Вернемся, наверное, вот еще у меня остается вопрос по безопасности перевозки, потому что сегодня это актуальная тема. Часто выезжают и родители с детьми, и с маленькими детьми, да, ну, такая жизнь, и туда съездить, и туда съездить. И водители такси, и все, я знаю, что сегодня этому уделяется большое внимание, и акции, и мероприятия вы проводите, да, по безопасности. Это детское кресло, да, вот эта акция «Маленький пассажир». Это в том числе мы затронем, наверное, все-таки обратимся к теме перевозки детей на различные мероприятия, когда заказывают автобусы. Это, наверное, вы тоже этим занимаетесь. Что сегодня в этом направлении делается, как обстоят дела, насколько люди ответственно подходят к перевозке, ну, самого ценного груза, по сути. Да, Олег, спасибо за вопрос. На самом деле, вы тонко подметили, да, что насколько они ответственны, наши водители, относятся к перевозке самого дорогого, что есть, это своего будущего, да, своих детей. К сожалению, если бы все ответственно подходили, то статья 12.23, да, это нарушение правил перевозки людей, часть третья, как раз, детей, мы бы ее, к сожалению, или к счастью бы, мы бы ее не применяли. Но, к сожалению, мы вынуждены констатировать факт, что да, мы идем в профилактическую работу. Не всегда это связано, профилактическая работа, именно составление административных материалов. Ну, зачастую мы стараемся все-таки процесс убеждения, да, проводить. Работает у нас прекрасная, я считаю, прекрасная такая общественная инициатива, называется «Родительский патруль». Это когда родители возле школ, сами, совместно с нашими сотрудниками, выявляют, профилактируют беседу с родителями, которые в нарушении права движения, либо осуществляют парковку, нарушение, да, там, дети небезопасно пересекают большую часть, вынужденные за их действия, либо перевозят детей с нарушением ПТД. Это прекрасное мероприятие. Щелково в этом вопросе, вот городской округ, да, был один из первых, кто это внедрил. Помимо всего прочего, хочу напомнить историю немного, что вообще движение юных из Петерога, движение зародилось в городе Щелково. Да, да, да. Вообще всероссийское, да. И детский городок с автонацией. Поэтому история и традиции в городском округе очень давние и славные. Нам необходимо их приумножать. Сейчас проводится, помимо вот наших мероприятий, которые мы проводим, массовых проверок, да, по перевозке антирозиснительной, пропагандистской работы в школах, на районских собраниях, практические занятия на автогородках, сейчас проводится областное мероприятие, социальная компания «Маленький пассажир». Компания направлена именно на привитие взрослым участникам в городе движения необходимых навыков, правил, и главное, осознание, как вы сказали, осознание того, что они везут самое дорогое, и что это дорогое необходимо везти безопасно. Ну и, соответственно, привитие маленьким участникам в городе движения понятия того, что необходимо им самим, это надо тоже деткам, ездить в автокреслах, то, что разъясняем это им, чтобы поменьше капризничали, чтобы понимали, для чего это делается. Мероприятий социальной компании достаточно много. Сейчас вот ведется по перевозке. Нас проходит и по, соответственно, работая в детских лагерях летний период, и мы ведем постоянную работу как в школах, так и в садах по этому вопросу. Что касается перевозки, я хотел бы еще раз напомнить просто то, что у нас дети до 7 лет обязательно должны перевозиться в детских удерживающих устройствах. Выбирать эти устройства необходимо ни в коем случае не по цене, ни по красивой картинке, ни по каким-то ярким названиям или брендам. Необходимо выбирать по наличию сертификата соответствия колесному регламенту безопасности транспортных средств. Только по наличию сертификата, чтобы вы точно были уверены, что крепление этого устройства не отломится в самый неподходящий момент, что ремни соответствуют, что они не переломают грудь вашему ребенку, а именно мягко, крепко удержат его. Не забывайте то, что даже если ваш ребенок старше 7 лет, но ростом он меньше метр пятьдесят, сто пятьдесят сантиметров, то тоже запрещено перевозить ребенка без детского удерживающего устройства. И то, что до 12 лет на переднем сидении детей тоже нельзя возить без детского удерживающего устройства. Соответственно, применение и правильное применение этих устройств оно гарантирует безопасность ребенка. Очень много случаев у нас было. Как пример, это страшное ДТП у нас было на Сиво-Никифоровском шоссе. После поворота на Алмазово у нас на Опеле-Зафира отец, мать и маленький ребенок попали в ДТП. Ни отец, ни молодой водитель, ни опытный москвич. Первый раз ехал по дороге, Яндекс его повел по этой дороге. Она сложная сама по себе дорога, сами прекрасно знаете, она достаточно сложная в плане профиля, то есть изогнутая. Снег, это февраль месяц был, голобовое столкновение с грузовиком. Тяжкие повреждения получил отец и мать, они сильно перенесли в сидении. Слава Богу, выжили, все хорошо, они выздоровели. Ребенок у нас получил, да, ссадину, ушибы, тоже он пострадал, но самое страшное не произошло. Он не вылетел, скажем так, из своего детского удерживания устройства, поэтому одеялся только с синяками и ссадинами. Гематома на груди, то есть синяк на груди и ссадина на лбу. Все остались живы. Все остались живы, ребенок тяжелых вещей не получил из-за того, что было правильно использовано детское кресло. Зима, ребенок был без куртки, как и ремень плотно прилегал к грудной клетке, поэтому не произошло хлопка, не произошло перелома ребер. Я говорю, может быть, не самые приятные вещи, я понимаю, что после тяжелого рабочего дня, вечером, может быть, не совсем это приятно об этом говорить, но, к сожалению, как вы правильно сказали, сама жизнь диктует нам повестку дня. У нас дети страдают, и любая жизнь бесценна, любая жизнь бесценна, потому что это основа нашего общества. Но дети – это наше будущее, и, соответственно, если мы не будем беречь и прививать, главное, и воспитывать в детях ответственность, и ответственность за свою жизнь, ответственность за будущее перед своими детьми, и не будем передавать им эстафету навыков, то в нашем обществе будут большие проблемы, скажем так, мягко говоря. Ну, еще о таких очень важных аспектах безопасности дорожного движения мы продолжим наш разговор. После небольшого перерыва не уходите, пожалуйста, и не забывайте звонить в студию, если у вас возникают вопросы. Не уходите далеко от экрана. Возвращаемся в студию и продолжаем наш диалог с начальником отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Щелковская, подполковником полиции Денисом Кравченко. И переходим к такой немаловажной теме, которую мы уже затронули немного. Это групповые перевозки детей. Сегодня дети очень много ездят, да, и классами, и какими-то секциями выезжают. И, как правило, естественно, на достаточно больших автобусах или маршрутных, да, вот этих такси. В этом плане вы работаете? Как обеспечивается безопасность? Может быть, о штрафах расскажете? Или вот какая-то профилактика безопасности? Да, спасибо за вопрос. Это непосредственно перекликается с той тематикой, которую мы затронули, безопасность, детская безопасность. Красная Ниндия проходит через всю практически нашу работу, да. Что касается групповых выездов. Конечно, пик мы пережили благополучно. Это новогодние каникулы, елки, да, рождественские мероприятия. Но мы все, как правильно сказали, и в каникулы, и вообще в выходные дни все школы практически 100% стараются обеспечить какую-то экскурсионную программу для своих учащихся. Это правильно. Мы только за, чтобы наши дети путешествовали, да, культурно просвещались. Это прекрасно. Единственное, о чем хотелось бы напомнить и поговорить. Во-первых, уважаемые товарищи родители, да. Зачастую вы фрактуете, фрактуете и заказываете автобусы. Я попрошу в первую очередь руководствоваться, опять же, не экономической целесообразностью, а безопасностью. Напомню, что в этом году, с 30 июня текущего года, у нас вступают требования по году выпуска автобусов. То есть автобусы старше 10 лет не могут быть допущены для групповой и организованной перевозки детей. Помимо этого, у автобуса должен быть обязательно, сам автобус должен быть предназначен для перевозки людей. У него должны быть ремни безопасности. У него должен быть тахограф. У автобуса должна быть со средств системы ГЛОНАСС. Табличка по ограничению скорости. Обязательно желтый пробесковый маячок. Ну и средства прожаротушения и другие оборудования, предусмотренные на правильное движение. Это основные технические требования. Помимо этого, выбирайте фирмы, у которых, скажем так, есть какая-то история, положительная история. Отзывы, да? Отзывы, да. Сертификаты какие-то и так далее. Проверяйте, да, проверяйте этих организаторов перевозок. Через нас можете, соответственно, позвонить нам, уточните, если интересно. Через комитет по образованию. Нет проблем. Пожалуйста, всю информацию дадим. Кто, соответственно, учебные заведения. Со всеми были проведены у нас занятия. Не первый год мы ведем работу, действительно. Даны антибиотические рекомендации. Еще раз напомню, что через сайт гибдд.ру либо ком можно обратиться и подать официальное уведомление о перевозке, организованное перевозке детей. Это можно сделать и наручно, но можно через интернет. Конечно, это удобнее, чтобы не посещать наше подразделение, а по интернету подать уведомление. Соответственно, по перевозкам, в случае, когда присмотрено законом, да, и который подпадает под требования по организации сопровождения, заранее готовят заявку на сопровождение, мы осуществляем сопровождение детей. В ближайшее время у нас такие большие мероприятия, помимо выпускных мероприятий, связанных с большим перемещением выпускников, у нас еще будет обеспечение ЕГЭ, ГИА, тоже дети у нас перемещаются внутри района, в другие школы, традиционно. Ну и помимо этого, да, соответственно... То есть в план у вас вписаны эти мероприятия? Естественно, конечно. Мы планируем, планируем обязательно все автобусы. Не зависит от того, осуществляется ли сопровождение или нет, все автобусы осматривают госинспектора технического надзора, например, соответствие, мы смотрим, да, и соответствуют ли требования безопасности, вообще не выяснены ли какие-то изменения в конструкцию транспортного средства, нормально ли резина у него, не горят ли лампочки АБС, то есть такие элементарные вещи, которые зачастую существенно влияют на безопасность дорожного движения. Ну, конечно, водители наверняка, квалификации и так далее, да, это очень важно. При подаче уведомления заранее, это проверяется до момента выезда, проверяется водитель по базам данных учета наших, соответственно, всем базам данных, например, решения, либо на другие, по другим банкам данных, да, на предмет представления той или иной интересующей нас информации. Поэтому, чтобы у нас не было никаких, не дай бог, случаев, что человек, который не может быть по любым причинам допущен в перевозке детей, был бы за рулем этого автобуса. То есть здесь важен взаимоконтроль, да, и со стороны самих родителей. Комплексный подход, совершенно верно, да. Еще звоночек у нас, давайте послушаем. Добрый вечер, в эфире, задавайте ваши вопросы. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый, добрый. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Мне вот часто приходится передвигаться по улице Заречина, и мы наблюдаем там такую ситуацию, когда кривые и на Пролитарский проспект, при ожидании зеленого сигнала, вижу, что пешеходы очень нарушают ПГД, переходя дорогу, через машины, которые стоят там в пробке. А также векторы водителей, объезжая пробку, сворачивая на парковку КЭМПа туда. У меня вот вопрос в следующем. Планируется там как-то искоренить вот это нарушение ПДТ, вот это массовое, особенно в час пик это происходит очень часто. Спасибо. Да, Александр, спасибо за вопрос. Вот опять-таки, да, опять-таки о детской безопасности, да, вот какой бы мы вопрос не коснулись, будь то перевозка детей, будь то езда водителей, да, пешеходы, все у нас сходится к детям. На самом деле, опять-таки, да, были у нас там ДТП с детьми пострадавшими. Мы прекрасно понимаем, что там большой, скажем так, представляющий для детей интерес. Объект находится, это сам КЭМП, да, куда в большом количестве дети приходят. Торговый центр, там рестораны, кинотеатры и все остальное. Есть пешеходный переход, оборудование, но дети туда не идут. Соответственно, предложения у нас были по оборудованию инженерными средствами, препятствующими физическому пересечению проезжей части, выезда на полустречного движения. Ширина проезжей части, в принципе, по нашим оценкам, позволяет. Предложения даны. Я буду настаивать на том, чтобы в этом году наши предложения были реализованы. Совместно с администрацией, с руководством городского округа это было обговорено. В принципе, поддержка есть и понимание необходимости этих мероприятий есть. Все обычно упирается в финансирование, но я уверен, что в этом году все-таки этот вопрос будет сдвинут с той мертвой точки, на которой находился последние годы. И новые лица, и новые люди занимаются вопросом. Надеюсь, что что-то, не что-то, а конкретно этот вопрос будет сдвинут с мертвой точки. Мы понимаем проблему и видим путь решения этой проблемы. Нас слышат и готовы нам помогать. И глава городского округа заинтересована в решении этой проблемы. Я думаю, при сложении всех этих равных мы получим положительный результат. Просто, знаете, хочется вот сама живу в городе, и хочется иногда сама себе напоминать, что город у нас транзитный, что огромные потоки транспорта. И, ну, пока эту проблему, наверное, сложно решить, да, когда уже будут какие-то такие серьезные изменения, там будет и шоссе, и так далее, и без мной, да. Но пока действительно нас, многих, держат светофоры. И проблема, она все о ней знают, да, что долгие вот эти вот и ожидания, и хочется побыстрее перейти, перебежать, а транспортный поток огромный, и все это наслаивается на другое. Но тут себе внутренне напоминаешь, что жизнь, она одна, и что, как бы, ты можешь, конечно, перебежать раньше или где-то там, но вот последствия этого могут быть непредсказуемы. Поэтому здесь, как бы, нужно проявить, наверное, опять же, какое-то терпение и понимание, что есть определенные места, где нужно переходить дорогу. И несмотря на то, что кажется, что вот стоит транспорт, ну, мало ли, а кто-то в этот момент решит выехать откуда-нибудь, да. И вот эти ситуации, они возникают вдруг, кажется, внезапно. На самом деле это череда, в общем-то, достаточно определенных действий и того, и другого, ведущие порой к таким серьезным ситуациям. Поэтому хочется и к жителям, наверное, обратиться, да, что, ну, вот лучше отойдите до пешеходного перехода, ну, подождите вот эти там несколько минут на светофоре, чем перебегать в таких местах. И детям также говорить, что, ну, не нужно, наверное, этого делать. И вам вот такие последствия потом, собственно говоря, приходится во многом решать, да, каким-то образом. Потому что я понимаю, что порой не хватает сотрудников, порой не хватает патрулей, порой складываются ситуации, когда все силы у вас выкидаете на исправление одной ситуации, но тут же возникает другая. Это дорога, это повышенная опасность для человеческой жизни, да. Поэтому, конечно, всеми профилактическими мероприятиями, наверное, не решишь, но в первую очередь люди должны сами задумываться, что ценность человеческой жизни – это наивысшее, что может быть. Поэтому 2-3 минуты они не изменят, наверное, ситуацию, но спасут жизнь. Совершенно верно. Спасибо за вашу поддержку. Ну, это у меня просто я лично, да, так и от себя. Да, за вашу оценку. На самом деле, что хотелось бы сказать, да, дополнение. Во-первых, лучший пример личный. Поэтому родителей я прошу на личном примере показывать детям и прививать детям навыки безопасного пересечения проезжей части и передвижения на транспортных средствах. Обязательно. Личный пример – он самый лучший. Ребенок впитывает его сразу же. И негатив впитывается легче, чем позитив. Поэтому отрицательные примеры будут у него быстрее откладываться. Поэтому вы не думайте, что один раз вы перебежите с ним дорогу неположенными, и скажете, что это неправильно, и ребенок это забудет. Нет, он запомнит, что так можно, говорит, мама с папой так делают, когда торопятся. Поэтому, когда я не тороплюсь, я пойду по пешеходнику. А в школу опаздываю, или со школы опаздываю, погуляю с друзьями, я перебегу, потому что мама с папой так делают. И потом может произойти беда. Это как пример. И в дополнение, хотел сказать, что мы говорим много о гражданском обществе, много говорится об этом. Но гражданское общество, в первую очередь, это мы. Мы с вами. Сотрудники полиции, граждане, любое дорожное лицо в нашей стране. Мы все должны работать на общий результат. Я говорю не о высокопарных материях, а непосредственно о безопасности. О безопасности, о нашей с вами безопасности. О безопасности вас и ваших близких. Поэтому, если у вас есть информация, любая информация, которая может повлиять, это увидели пьяного, который садится за руль автомобиля. Понимаете? Позвоните в 112 или позвоните к нам в отдел напрямую. Дайте информацию. И мы, возможно, спасем его жизнь, а главное, жизнь других участников дорожного движения, которые ни в чем вообще не виноваты. И ни в чем их вины нет, что кто-то совершил такое преступление, садясь за руль в алкогольном опьянении, либо в патракотическом дурмане. Если у вас есть какие-то предложения, не молчите. Потому что ваши предложения, которые вы даете, которые рождают сама жизнь, они воплощаются. Я скажу недалекий пример. У нас есть ряд инициативных вопросов, которые граждане подняли по станции Щелково, автостанции, и по станции Монина. На прошлой неделе, на этой неделе были комиссионные выезды по этим станциям. Я уверен, что наше предложение будет принято, поддержано. Зам. министр транспорта Московности, Юрий Геннадьевич Королев, поддерживает все эти мероприятия. И будут найдены средства, и порядок будет не уйден. Потому что, как правильно сказали, хочется, чтобы не было заторовых ситуаций. Движение было безопасным и комфортным. И в первую очередь, конечно, это касается общественного транспорта. Конечно, в первую очередь, передвижение на автобусах должно быть безопасным и комфортным. И не создает людям впечатление, что ему легче передвигаться на своем автомобиле, чтобы попасть в ту или иную точку города. Чтобы он был уверен, что в любое время автобус ведет по графику, согласно предписанного маршрута. И он не опоздает на ту или иную деловую встречу или по своим каким-то делам. Поэтому именно обеспечение безопасности автобусных перевозок, автобусов, встречающих по маршруту, маршруты транспортных средств, находится у нас на постоянном контроле. В равной степени, как и перевозка детей на школьных автобусах. Были у нас определенные моменты в начале года, сложности. Сейчас на момент все автобусы и маршруты запущены по перевозкам детей, именно по школьным автобусам, я имею в виду. Проводим постоянно обследование уличной дорожной сети. Это вопрос очень важный. Мы помним все с вами большие резонансные дорожные происшествия, которые произошли в нашей стране. И, к сожалению, здесь нет. Поэтому этому вопросу тоже уделяется очень большое внимание стороной инспекции. Вопросы у нас еще есть у зрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот оформление дорожных происшествий европротоколом. Какие условия необходимы для того, чтобы у вас уметь происшествия? Модная актуальная тема сейчас. Да, опять-таки все рождает жизнь. Что же это за европротоколы? Я так понимаю, что возникающие моменты аварий, их можно сейчас решить, скажем так, самим участникам образовавшегося ДТП. Что это такое? Как это регламентируется? Тоже хотел вопрос этот задать. Что скажете? Да, европротокол. Вопрос, который продвигается уже не первый год, и достаточно серьезно и активно продвигается, и стороны Министерства внутренних дел, и стороны РСА. В этом году изменились суммы вставления по европротоколу. Напомню, что пороговая сумма оформления европротокола увеличена до 400 тысяч рублей. Введен так называемое приложение ДТП европротокол для смартфонов, которое в разы облегчает составление этого европротокола. Но основные аспекты представления европротокола какие? Во-первых, европротокол составляется только, когда пострадало ДТП, учась только две единицы транспортных средств. То есть два автомобиля? Два автомобиля. Сразу прибреждаю, что если даже вы задели один автомобиль, и потом произошел контакт с вторым автомобилем, это уже три единицы, уже европротокол не составляется. Два автомобиля. Собственники, физические лица. По отношению к юридическим лицам европротокол не составляется. Не составляется, да. Он не составляется, совершенно верно. Соответственно, если оба участника застрахованы по гражданской ответственности, у обоих есть ОСАГО. Если у кого-то нет ОСАГО, то такого уже не составляется. Обязательно вызывайте сотрудников государственной инспекции. Ну и, в принципе, есть такая вилка, то что если вы счастливому ущербу до 100 тысяч рублей, то достаточно понимания механизма лицом, который составляет европротокол. То есть неважно, согласие с этим механизмом ТП, либо несогласие с второго участника. Если сумма до 400 тысяч, то вы со вторым участником четко должны понимать и оценивать ситуацию. Он должен быть согласен с оценкой этой ситуации. То есть не должно быть разночтений. То есть если вы говорите, что он въехал в меня, а он говорит, нет, это вы въехали в меня, я двигаюсь за не уходом, тогда, соответственно, в случае, если разночтение по механике, другое страшное происшествие, срочно вызывайте госинспекцию, не составляйте европротокол. Не надо, потому что это уже конфликтная ситуация, которая в конечном итоге может довести вас до суда, до гражданского права отношений. Во всех остальных случаях, в принципе, 80% ДТП с материальным ущербом, которые происходят на садороге, они именно в той плоскости, в которой можно идти к европротоколу. Это незначительные повреждения, зачастую даже не столько механические, сколько повреждения лакокрасочного покрытия, при потёртости какие-то, либо царапины, где недорогостоящий ремонт, где механизм и обстоятельства ДТП очевидны обоим участникам. Зачастую всё это происходит у нас в час пик, утренний либо вечерний, во время заторговых ситуаций, когда все торопятся, как вы правильно отметили. Спешка, в конечном итоге, рождает материальные, нервные и временные потери. Да, вот время наше подходит к концу. Мы тоже, пусть и немного, но всё-таки спешим завершить эфир. Но дело даже не в этом. Дело в том, что хочется мне и вам, и зрителям пожелать, чтобы поменьше было различных и ДТП, и ситуаций, где нужно, так сказать, что-то очень серьёзно решать. Помогать, конечно, это ваша задача. Предупреждать – ваша задача. И во многом, наверное, благодаря тому, что люди понимают, что вы можете и помочь, и подъехать, и решить. Пусть иногда это всё с какими-то сложностями, но в силу того, что сотрудников действительно иногда просто не хватает. Но в любом случае, вы знаете, как раньше люди, вот всегда инспектор дорожного движения, как ГАИ раньше называлось. Оно и сейчас. Оно и сейчас называется ГАИ. И вот какое-то было такое очень доброе отношение. Даже фильм «Берегись автомобиля», вот этот вот замечательный момент, когда тот «ты мне помог, и я тебе помогу». И чтобы эта помощь, она всегда была своевременной, всегда была очень нужной. И чтобы мы обходились без серьёзных последствий. Чтобы дороги были освещенными, чтобы пешеходы были дисциплинированными, водители были аккуратные. И всегда всё складывалось наилучшим образом, без серьёзных последствий. Вот этого я вам хочу пожелать. Ну и, как говорится, работайте нам во благо и себе на пользу. Обязательно. Я благодарю вас за визиты, и благодарю наших зрителей за активные звонки. Сегодня у нас был в студии начальник отдела ГИБДД Межмуниципального управления ВДР «Щелковская», полковник полиции Денис Кравченко. Ещё раз вам спасибо. И до новых встреч в эфире. До свидания. Будьте осторожны и берегите себя. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова